Спасибо, что присоединились к нам на втором вебинаре нашего онлайн-школы социального прототипирования. Сегодня будет он посвящен созданию прототипов, обзору инструментов, как это делается. То есть это самый важный вебинар из этих трех, по сути дела, потому что вся наша школа именно посвящена созданию прототипов социального стартапа. А какие темы мы сегодня рассмотрим? Это создание прототипа вашего проекта. Мы посмотрим, что такое за цикл разработок протестируй-научись. Большая часть презентации будет занимать именно блок, связанный с инструментами и ресурсами для создания прототипа. И в конце будет блок про брендинг, теглайн и описание. Сегодняшний план следующий. Мы подведем некоторые итоги плавно того, что было на первом вебинаре, что вы успели сделать. Потом я расскажу про этот цикл разработок протестируй-научись. Потом мы рассмотрим большую подборку сервисов и инструментов по разным типам. И я, как только что сказал, пару слайдов покажу про брендинг и теглайн. И потом, наверное, устроим такую сессию вопросов-ответов. И я, наверное, более подробно покажу или расскажу именно на своем экране, как пользоваться каким-то сервисом, как это делается, если будут вопросы. Итак, подведем итоги первого вебинара. Мы поняли и определили ту проблему, которую мы собираемся решать. Мы провели исследование этой проблемы, посмотрели, существуют ли подобные сервисы в России, в мире, как они решаются. Мы более подробно изучили нашу целевую аудиторию. Мы провели опросы и сделали интервью. Потом мы воспользовались методом персон, когда объединили все то, что мы поняли о нашей целевой аудитории. Далее мы выполняли домашнее задание, определили для себя, каким уровнем взаимодействия и владения технологиями обладает наша целевая аудитория. Это нам пригодится для того, чтобы понять, какое решение использовать и в каком виде. Далее мы, или вы, скорее всего, уже подумали о том, в каком виде будет решение, сгенерировали. По-хорошему, на основе метода персон, да, мы могли потом сделать генерацию идей. И у нас получилось несколько вариантов, в каком виде может быть наше решение. После этого мы можем из этих нескольких решений, которые мы хотим делать, выбрать, например, одно самое основное, самое интересное для нас и начать его делать. Почему я говорил о том, что нужно сделать несколько идей, потому что если одна из них не будет работать по какой-то причине, мы можем взять другую и начать тестировать ее. Итак, как же создать прототип? Почему прототип? Потому что это не совсем может быть конечное решение, это может быть минимально жизнеспособный продукт, который выполняет только одну главную основную функцию. Возможно, будет не хватать каких-то других функций, но чтобы показать, как это работает, например, другим людям или на каких-то мероприятиях, таких как Катоны, этого достаточно вполне. И также это здорово, когда вы тестируете ваши решения с вашей целевой аудиторией, когда вы показываете людям, что конкретно вы предлагаете, чтобы им было понятно, чтобы они могли пощупать, потрогать, попользоваться, чтобы это было не просто слова, да, а в каком-то виде более понятным. И нужно понять, что создание любого проекта, тем более так как мы работаем над IT-проектом, это именно цикличный процесс. Принимаем какую-то гипотезу, делаем ее, тестируем ее, получаем какую-то обратную связь от нашей целевой аудитории, и если что-то работает не так, если что-то не получается, мы возвращаемся обратно. Мы опять начинаем создавать прототип, что-то в нем изменяем, да, потом опять тестируем и так далее. И вот можно назвать такой цикл разработок протестированного честь, по сути, это три основные блока, но, как вы понимаете, существует достаточно много методологий и теорий, которые, ну, объясняют, как это использовать. Первый из них – это, естественно, Lean Startup. Lean Startup переводится на русский язык как «бережливый стартап». Это методология, которая очень популярна в Штатах. Тут, в принципе, тоже существуют те же блоки. И основные – это когда вы делаете и получаете какую-то идею, далее вы создаете какой-то прототип, пишете код, например, если это приложение, далее происходит взаимодействие с вашей целевой аудиторией, вы измеряете, в данном случае, да, получаете данные, какую-то статистику на сайте, например, да, количество пользователей и так далее. И, исходя из этого, вы получаете некий фидбэк о том, насколько удачно все это делаете. Таким образом, получая знания, вы далее опять вносите изменения. Вот этот цикл, он работает постоянно. И чем вы сокращаете и делаете его короче, тем лучше. То есть есть такое понимание, что чем быстрее вы ошибетесь, тем правильнее, вы быстрее найдете правильный ответ. Помимо этой методологии существует другая более известная методология, как мне кажется, это дизайн мышления. Итак, существует несколько этапов у дизайна мышления, да, это эмпатия, когда вы как раз находите понимание у вашей целевой аудитории, пытаетесь найти их проблему в методе, например, интервью. И потом вы фокусируетесь на чем-то конкретном, генерируете идеи. Потом вы выбираете одну из идей, по сути этого, то, что мы сейчас сделали, да, и то, что я просил сделать после домашнего заднего дня. Потом вы переходите к прототипированию, и далее идет тест. И после того, как вы тестируете, вы получаете обратную связь и возвращаетесь обратно. По сути, тестирование и вот первый блок эмпатии, его можно так зациклить, и это будет как раз цикл. Здесь этот слайд посвящен разделу инструмента для дизайна мышления от IDEO, вы можете посмотреть. По сути, это некоторые наборы, связанные с тем, как проводить интервью, как писать взаимодействие ваших будущих клиентов с вашим сервисом. То есть это то, что поможет вам делать вот эти взаимодействия и исследования более просто. Да, это действительно минимально жизнеспособный продукт. Это то, еще раз, что выполняет самую главную функцию вашего проекта. Может быть, не очень красиво, может быть, не очень быстро, но тем не менее это создает впечатление о том, как это работает. И только после этого вы наращиваете массу, добавляете какие-то новые функции. На этом этапе вы можете выходить в бета уже и там, например, добавлять какие-то вот функции, когда уже люди могут тестировать. По сути, бета-версия – это когда вы публикуете версию для всех, для общественности, собственно, да, и каждый может зарегистрироваться, попробовать и написать вам баг-репорт, то есть написать, что у вас работает не так, что с этим делать. И только после этого выходит стабильная версия, когда, по сути, у вас все классно работает. То есть на данном этапе, можно сказать, если возвращаясь к теории монетизации, вы выходите на устойчивую бизнес-модель. И когда у вас все работает, только при этом вы уже переходите к масштабируемости, да, когда вы хотите сделать какой-то глобальный продукт, например, увеличить целевую аудиторию. И теперь двигаемся к основному блоку вперед. Значит, если говорить о том, когда мы создаем наш прототип, да, в любом случае это IT-проект, по сути, поэтому у нас всегда есть разные типы контента. И вот эти типы контента я написал здесь. Если вы придумаете какие-то другие вещи, вы можете также дополнить. То есть если вот любой ваш проект разбить на части и посмотреть, из чего он состоит, то, по сути, в большинстве своем он состоит из этого. Естественно, конечно, может кто-то сказать, что тут еще не включены данные. Да, возможно, сюда нужно включить еще данные, например, открытые данные. Но начнем с того, что есть у нас текст, есть фото, есть иконки, есть картинки, есть графики и чарты, есть инфографика, есть музыка и видео. Что-то, что можно добавить сюда. И теперь я хочу рассказать, как вот работать с этими типами. Я набрал некий перечень онлайн-сервисов, которые, по сути, не требуют ни установки, ничего, они бесплатные. Они работают в вашем браузере, вы можете пользоваться в любой точке мира, независимо от вашего компьютера. Хочу сказать, что, наверное, текст занимает основную часть любого проекта, потому что мы в интернете, мы в социальных сетях, у нас есть сайт, мы пишем тексты, мы описываем то, что мы делаем. И уметь хорошо писать – это, наверное, сейчас очень важный навык, который нужен всем. Когда вы пишете свои тексты на вашем сайте, в вашем приложении или сервисе, попытайтесь написать это так, чтобы он был понятен даже детям, либо людям старшего возраста, которые совершенно не знакомы, например, с какими-то узкими терминами, либо с какими-то вещами, которые требуют специальных знаний. Это главред. И это потрясающий сервис, он позволяет вам ваш текст проверить на информативность, то есть, есть ли там в нем стоп-слова. На данный момент считается, что если количество баллов по вашему тексту где-то больше 7,5, это уже хороший текст, то есть его очень удобно читать. Его создал Максим Ильяхов, я очень рекомендую зайти на его сайт, посмотреть, что он делает. У него есть классная рассылка, подпишитесь на нее. Двигаемся дальше. Следующий большой тип контента, который мы используем в наших сервисах, это, естественно, фотографии. Вопрос, где брать фотографии? Других сайтов, где есть фотографии по лицензии Creative Commons либо Public Domain. Значит, вкратце расскажу, что это такое. Creative Commons – это некая открытая лицензия, по которой вы можете использовать контент, например, фотографии. Есть разные типы лицензии, то есть, есть лицензии более закрытые, есть более открытые. Например, Public Domain – это, по сути, вообще лицензия, по которой вы можете использовать фотографии совершенно свободно, и вам ничего не надо делать. То есть, вот, например, можно взять, скачать здесь фотографии ноутбука, либо другие какие-то фотографии, совершенно даже ничего не указывать. То есть, это можно использовать на своем сайте, в своих сервисах, приложениях, в чем угодно. Здесь фотографии очень хорошего качества, большого размера, и они очень легко ищутся по ключевым словам. Значит, этот сервис, почему я привел? Потому что он является агрегатором, да. Вот если войти в раздел Multiple Search, вы увидите несколько сайтов, которые предоставляют вам поиск по хорошим, качественным фотографиям. Visual Hunt – это первый, второй – это Pexels, тут тоже можно найти. То есть, я показал, как это выглядит. Вы просто берете, находите какое-то изображение, можете скачать. Видите, тут написано CC0, то есть, вы можете свободно использовать. Нам нужны иконки. Вопрос, где их брать? Забегая вперед, скажу, что иконки еще очень полезны для того, чтобы сделать свой логотип. Так вот, существует два сервиса для того, чтобы сделать это и найти это бесплатно. В первом сервисе их действительно очень много. Это The Now Project. И второй сайт, который позволяет вам найти иконки – это просто Icon Finder. Это тоже хороший сайт. Тут можно найти так же, как в векторном, так и в растровом формате. Тут есть бесплатные иконки. Если вы увидите, тут есть Price, да, любая цена, премиум или фри. Это баннеры, ну, то есть, когда вам в любых случаях нужно написать текст на картинке, да, и сделать некий баннер, возможно, для социальных сетей. Сервис Pablo at Buffer – это очень простой сервис. Здесь, опять же, по ключевому слову можно найти картинку, либо загрузить свою. Далее вы просто пишете текст, вы можете изменять шрифт, положение, и потом вы можете это скачать. Сервис, который я очень люблю, и, в принципе, он покрывает большинство потребностей – это Canva. Canva позволяет сделать очень много. Canva позволяет делать баннеры, презентацию, инфографику, даже кликабельные версии сайтов. Итак, я говорил о том, что есть сервис Инфограм, который позволяет вам делать интерактивные графики, когда вы можете подгружать данные просто как в таблицу, так и подгружать в Google таблицу. Это очень удобно. Также в платной версии есть Live Data, когда, например, вы можете собирать данные с помощью Google формы. Эти данные будут записываться в таблицу, а потом эта таблица сразу будет визуализироваться. И вот эту визуализацию вы можете вставить непосредственно к себе на сайт, либо свой сервис, либо в мобильное приложение. Также здесь можно сделать большие интерактивные такие сайты по своей ссылке. Они будут, там можно добавлять текст, описание, видео, картинки, тоже много чего. Пока что есть бесплатный тариф. Очень рекомендую попробовать использовать. Действительно очень крутая штука. Двигаемся дальше. И еще, естественно, инфографику можно создавать в Canvi. Это только то, что я сейчас говорил. Там есть такой раздел инфографики, когда вы выбираете то, что вы будете делать. И тут есть такие шаблоны, как бы визуальные вида графиков. Вы можете подписать, там прямо есть шаблоны инфографики. И следующий у нас будет раздел про инфографику. Пикто-чарт. Значит, если разбирать вообще дословно, что такое инфографика, да, то есть в плане создания, это когда вы берете и маленькими элементами создаете некую визуальную часть того, что вы хотите представить. То есть это не просто таблицы данных, да. Вы берете, например, карту и размещаете там информацию. Так вот, пикто-чарт имеет, во-первых, шаблоны, инфографик. То есть вам не надо начинать с нуля. Вы можете выбрать то, что вам близко и удобно. И далее вы можете с помощью разного типа иконок и элементов просто перетаскивать их, и таким образом у вас получится инфографика. Про музыку. Как сделать так, чтобы, например, наложить какую-то мелодию, да, там, музыку, чтобы не было тишины, но чтобы это было правомерно и чтобы можно было использовать и на YouTube, чтобы не забанили, да. В первую очередь вы можете использовать библиотеку YouTube. Есть такой раздел у YouTube, мало кто знает, кстати, о нем. Называется Фонотека. Он находится в разделе Создать. И там есть бесплатные такие небольшие треки, либо большие треки. Видите, там по три, по пять минут, которые вы можете свободно совершенно скачать. И второй сервис, который позволяет вам скачать музыку или использовать музыку без вот лицензии, это Free Music Archive. То есть это архив музыки, где есть много, действительно много музыки по разным стилям. А видео. Здесь я хотел сказать следующее, что не то, как создавать видео, да, не то, как его обрабатывать, потому что понятно, что обрабатывать есть стандартная программа, и на нашем сайте, на сайте теплицы вы можете найти обзор бесплатных приложений, которые позволяют это делать. Вот также у YouTube, кстати, позволяют делать совершенно бесплатно слайд-шоу, и видео из маленьких кусочков вы можете загружать. Но самый быстрый, самый простой способ, как, например, если вы делаете медиапроект, либо сайт, как добавить видео с другого сайта, на самом деле смешно, но не все об этом знают. Я вот хотел на нескольких слайдах показать, как это работает. Во-первых, есть YouTube. Самое основное, чем мы пользуемся, наверное, больше всего. Ну, по крайней мере, я, да. Во-первых, вы видите, наверное, под каждым видео вот такую штуку, есть название, есть кнопочка поделиться, и там есть вот такие кнопочки, где можно поделиться в социальных сетях. Но что делать, если вам нужно вставить это на ваш сайт? Тогда вам нужно войти во вкладку HTML-код, скопировать этот код и вставить его. Дальше, следующий момент, что делать, если надо взять и скопировать, например, видео с какого-то момента, например, не с начала, а там с пятой минуты. Это тоже делается очень легко. Вот здесь вы можете, во-первых, снять галочку «Поделиться плейлистом», а поставить галочку «Начало» и ввести начало времени. И тогда у вас к ссылке прибавится некое описание, с какого времени это начнется. Это тоже очень удобно. Второй момент самый простой, как это сделать еще. Вы просто правой кнопкой мыши кликаете на видео, и там есть «Сохранить ссылку с моментом времени». Может быть, странно прозвучит, но Facebook – это еще один большой архив видео, потому что там сейчас публикуется достаточно много видео. Если это видео опубликовано, и вы хотите, например, вставить его на свой сайт, это сделать очень легко, но не так тривиально. Мало кто об этом знает почему-то. Например, вы можете нажать на три точечки, когда вы нажимаете на видео, и там будет такое, значит, «Сохранить видео», если это ваше видео. Если оно не ваше, вы, наверное, не сможете сохранить, но там есть «Вставить». «Вставить», и когда вы нажимаете «Вставить», у вас появится, опять же, код, который вы можете вставить на свой сайт. Теперь Инстаграм. Все мы знаем, да, что в Инстаграме очень много видео публикуется, сторис и так далее, и мало кто знает, опять же, что можно это вставить на свой сайт, опять же, определенные типы социальных стартапов. И вот, в принципе, можно выделить их шесть, на самом деле семь, потому что я еще добавил сюда визуализацию данных на карте. Это, по сути, может быть отдельным проектом, но это также включает в себя краудсорсинговую платформу. Ну, я выделил отдельно, чтобы было понятно, с помощью чего это было делать можно. И гибридное онлайн-оффлайн-решение я выделил серым, потому что, по сути, это можно делать с предыдущими вот теми инструментами, о которых я сейчас буду говорить. Двигаемся дальше. Итак, как создать сайт, лонгрид или лендинг самостоятельно, если вы не владеете навыками программирования, вы не знаете, что такое бэкэнд и фронтэнд, и вообще не владеете дизайном. Очень легко. Начну с основополагающего. Конечно же, это WordPress. Почему? Конечно же, потому что это CMS. Это Content Management System. Это система управления контентом. Собственно, это... Давайте вообще поговорим о сайтах с другого конца. В общем, существует два варианта, по сути, создать сайт. Это вручную и используя конструкторы. На данный момент существует очень много конструкторов, по правильному которые называются CMS, да, системы управления контентом. Почему мы рекомендуем использовать WordPress? Во-первых, потому что это бесплатная штука. Это open-source штука, то есть это большое, собственно, разработчик, в которое может внести изменения и дополнить его. И потому что по статистике более 25% сайтов, сделанных на конструкторах, они сделаны на WordPress. И для некоммерческой организации, либо для проекта по социальному предпринимательству, WordPress может стать хорошим решением, потому что функционально WordPress имеет все, что необходимо. Вообще все, 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 что угодно. И хочу сказать, что в том, чтобы попробовать сделать сайт на WordPress, ничего как бы сложного нет. Чтобы понять, как это делается, очень рекомендую пройти наш онлайн-курс «Цеплиц», который мы создали пару лет или тройку лет назад. Скоро будет, да, кстати, уже три года в конце этого года. Этот курс занимает по времени в общей сложности, наверное, часа 2-3, если вы будете прям сразу смотреть, там 20 или 30 уроков по 2-3 минуты. Я там принимал непосредственно участие в создании. На данный момент, как вы видите, 4,5 тысячи студентов уже получилось. Это бесплатный курс на платформе Udemy. Вы можете совершенно свободно зарегистрироваться, войти по ссылке и посмотреть. Мы там на определенном кейсе рассказываем, как создать сайт, как его продвигать, как его наполнять. Может быть, некоторые моменты немножко устояли в силу того, что прошло там пару лет, но тем не менее получить общее представление о том, как это делается самостоятельно, да, это будет полезно. Теперь вопрос. Если вам нужно попроще что-то сделать, например, какой-то медиапроект, рассказать какую-то историю, привлечь внимание к проблеме, как это сделать? Можно сделать лонгриды. Это медиапроекты, и их делать очень легко, и опять же, это бесплатно. Во-первых, старый добрый медиум никто не отменял, это тоже простая система. Вы регистрирулись там бесплатно, и это, по сути, возможность писать текст, разбавлять этот текст, видео, фото разными блоками, и потом публиковать это с помощью разных ссылок. Самый простой способ далее, как это сделать, это телеграф. Телеграф, и эта штука позволяет вам быстро публиковать такие материалы, лонгриды, то есть, как я привел тут пример, вы просто пишите название, пишите, кто написал историю, там, пишите какой-то текст, можно добавлять фото, видео, ссылки, код вставлять, по-моему, нельзя, и потом вы просто пишите публиковать, и у вас просто будет такая штука, что телеграф и слэш, там, привет. То есть, у вас будет слово первое, и несколько слов, как называется, да, и потом просто дата. Супер, двигаемся дальше. И еще один, это моя любимая Tilda, это сервис, который представляет собой конструктор сайта, по сути, если знаете VIX, то есть Tilda, и Tilda очень сильно развивается, это такая платформа для публикации, тут можно делать, в принципе, очень классные медиапроекты. Тут есть, по сути, набор блоков разного типа, которые вы можете менять как вид, так и контент, то есть загружать туда свои фотографии, видео, писать текст, и это также бесплатно. Еще один сервис, он более сложный, более интерактивно, думчивый такой, он немножко не быстро работает, но он для более дизайнов, наверное, скорее всего, он позволяет делать классные лонгриды, также презентации интерактивные, это ReadyMac. По ссылке вы можете перейти, посмотреть видеоурок наш, теплица о том, как этим пользоваться, тоже возможности много. Этим слайдом я хотел сказать о том, что никто не запрещает вам заимствовать идеи медиапроектов или крутых вещей, которые делают другие люди. Понятно, что не все мы можем создать, потому что, ну, у нас как-то кругозор, ну, то есть там в какую-то одну сторону направлен, и есть люди, которые делают очень крутые вещи в своей области, поэтому, например, если взять такие дела, все знают, да, что это такое, если не знаете, обязательно почитайте. Это некий онлайн-журнал, скорее, наверное, который публикует очень хорошие, качественные лонгриды, которые несут социальную значимость. По сути, каждый лонгрид рассказывает какую-то историю, и в конце это ведет, например, к тому, чтобы человек сделал некое пожертвование, либо какой-то еще призыв к действию. Но там очень многое сделано действительно на высоком уровне. Наверное, в России я вот знаю, одни из немногих, кто действительно делают крутые вещи вот в социальной сфере. Вот именно с точки зрения IT-решения и медиа-решения. Правильно. И теперь переходим дальше к мобильным приложениям. Как я вижу, пока нет никаких вопросов. Самая моя любимая тема с двух сторон. Как вы помните, с первого вебинара у меня был слайд о том, что вы должны задумываться в первую очередь о том, нужно ли вам вообще мобильное приложение или нет. Но если вы по каким-то причинам приняли для себя решение, что нужно, понятное дело, что его быстро сделать нельзя. И вот в концепции Lean Startup, либо дизайн мышления нет смысла пилить и тратить деньги на создание реального мобильного приложения. Вам сначала нужно сделать прототип. Вам нужно сделать что-то, что будет выглядеть как мобильное приложение, но не тратить на это денег, средств, времени. В нежном переводе это звучит как «притворяйся, пока не сделаешь это». То есть если вы делаете проект на Хакатоне, либо вам нужно протестировать идею вашего мобильного приложения на вашей целевой аудитории, пожалуйста, не начинайте делать настоящее приложение. Просто сделайте это, чтобы это выглядело как мобильное приложение. И тогда вы можете получить большую и хорошую обратную связь до того, как вы потратите, например, время и свои деньги, так как вы, например, могли ошибаться просто. И вот это изречение, мне кажется, должно запомнить, и оно должно вам врезаться вот в память. Пожалуйста, имейте это в виду. Это касается не только мобильных приложений, это касается вообще всего того, что вы делаете. Пожалуйста, ошибайтесь на ранней стадии. Делайте ошибки сейчас и старайтесь делать прототипы вообще на коленке практически. Вот, по сути, следующие слайды это показывают. Как можно сделать прототип на коленке без IT? Пожалуйста, вы просто берете, вырезаете из бумаги какие-то штуки, делаете в виде, там, мобильного приложения и просто идете и тестируете с вашей целевой аудиторией. Конечно же, это можно использовать, например, на Хакатоне, когда у вас аудитория вся здесь. Но что делать, если вам нужно, например, тестировать онлайн, либо люди живут в другом городе, либо идти на улицу? Понятно, что вы с этими штуками не пойдете, просто это неудобно, да? И благо мы сейчас живем в такое время, что есть онлайн-сервис, который позволяет это делать. Один из них, мой любимый, это, во-первых, Canva. Тут два сервиса, которые вам пригодятся. Canva и второй – это Marvel. Значит, как это выглядит? Чтобы вот в конце выглядело это вот так, реально мобильное приложение. Вот вы по ссылке можете потом открыть в браузере, например, на Хакатоне, и люди увидят, что это действительно мобильное приложение. Вы можете кликать там, делать все, что угодно. Это будет выглядеть именно как мобильное приложение. Так вот, чтобы это сделать, это делается очень просто. Используется связка Marvel, это сервис, и Canva. Значит, это некие мокапы, то есть вы создаете экраны приложения, то есть там первый экран, да, потом что произойдет, когда человек залогинится, потом еще экраны. То есть основные экраны взаимодействия вашего приложения используются наоборот, да? Например, у вас в приложении может быть там 10-20 экранов. Для тестирования достаточно, например, там 50 сделать. Вот. Вы их просто рисуете, то есть по сути вы просто берете, например, если вы делаете для там айфона, там есть там размер там 1136 на 640, картинки должны быть размером. Вы берете в Canva, собственно, я это делал именно таким образом, просто создаете тут такие картинки, переносите туда элементы, там фотографии добавляете, выделяете, создаете кнопочки. Все это рисуется очень просто. Вам не нужно ни фотошопа, ничего. Вы можете делать это в камне. Потом делайте вот несколько таких штук. Регистрируйтесь в Marvel App. Это онлайн-сервис такой. Вы можете залогинить туда с помощью социальных сетей либо просто либо через Dropbox. Если кто знает, что такое Dropbox, это еще круче. И суть этого сервиса заключается в том, что он позволяет вам выделять зоны на каждый из картинок. И вот те зоны, где как будто бы есть кнопка, да, вы можете выделить эту зону. Она будет потом клик-кабельный, да, и просто связать эту кнопку с каким-то другим экраном. Вот, окей. Двигаемся дальше. Теперь чат-боты, мои любимые чат-боты. Кто использует Telegram, знает, что это такое. Я уже также рассказывал, да, это некие программы, которые взаимодействуют с вами как люди, да, как какие-то контакты, которые могут отвечать на какие-то вопросы автоматически, да, давать вам какую-то информацию, либо находить, либо предоставлять какие-то услуги. Как это сделать? Это можно делать самостоятельно. Во-первых, я проводил вебинар о том, как с помощью ManyBot создавать своего чат-бота. То есть ManyBot – это бот, это программа, которая вот непосредственно в Telegram позволяет создавать других программ чат-ботов. И чтобы это создать, например, с простым меню каким-то, либо просто, если у вас есть сайт, а вы хотите там давать информацию, либо часто задаваемые вопросы разделы сделать, да, то вы можете это сделать просто с помощью своего мобильного устройства. Вам не нужно ничего вообще. Вы прямо в своем аккаунте берете, нажимаете кнопки и делаете это самостоятельно. То есть все просто, даже не надо не кодить, ничего вообще, ничего не нужно. То есть только вот мобильное устройство нужно. Чтобы понять, как это делается, можно посмотреть вебинар, там буквально за час я рассказываю, как это делается. И опять же все бесплатно. Далее у нас есть, ну, как бы, бот Телеграм личный, который мы создали. Он позволяет вам прикрутить чат-бота к вашему сайту на WordPress, который будет как минимум давать пользователям информацию о том, что у вас на сайте есть. То есть он может помогать вам искать по ключевым словам. Я тоже это потом покажу немножко позже. Вот. То есть, например, если у вас много информации, как у нас на сайте, например, я хочу найти все статьи по инфографике, либо какие-то топовые, да, я просто ввожу слово инфографика, и мне программа выдает ссылки. Я могу сразу перейти из приложения и почитать это намного быстрее, чем заходить на сайт, вводить слово и так далее. Вот. Далее у нас есть урок о том, вот я, к сожалению, тут это не теплобот, это ChatFuel, платформа, которая позволяет создавать чат-ботов для Facebook Messenger и для Telegram, как минимум. Окей, двигаемся дальше. Теперь у нас тип IT-проекта, это краудсорсинговые платформы. Чтобы было понятно, что это такое, например, приведу следующее. Допустим, вы создаете некий сайт либо страницу, где пользователи могут публиковать некую информацию для вас, а вы можете ее визуализировать на карте. И этот сервис, он онлайн, он бесплатен, он позволяет вам создавать такие странички, такие сайты. То есть, потому что это, в принципе, многостраничный сайт. Понятно, что он будет на домене, там, краудмэп, по-моему, можно перенести на свой домен, насколько я знаю, вот, но тем не менее. То есть, если вам нужно создать что-то, какую-то структуру, которая позволяет вам собирать данные от других людей, это вот краудмэп. Например, здесь я делал пример очень давно для того, когда люди могли бы, допустим, опубликовать информацию там, где есть площадки для выгула собак. Там, можно добавлять, вот, нажав кнопку «Отправить сообщение», да, открывается окно, и там люди могут ввести информацию, где это расположено, какую-то фотку добавить, что-то еще. В общем, это очень удобно. Что интересно, что эта платформа, она, во-первых, на разных языках. Допустим, вы можете масштабироваться, и если ваш сервис будет не только для России, допустим, не только для русскоязычных людей, то автоматически человек в другой стране может перевести на свой язык. Хочу привести пример в виде IT-волонтера. Наверное, платформу эту вы нашу знаете. Если не знаете, расскажу вкратце, что это такое. IT-волонтер – это платформа, которая связывает две целевые аудитории. То есть любая краудсорсинговая платформа использует силу толпы, да, то есть силу большого количества людей. Так вот, эта платформа наша, она использует большое количество людей, которые хотят применить свои знания и навыки, например, в IT-сфере. Там, например, кто-то умеет делать сайты, кто-то может логотип сделать, кто-то баннер. Например, если для вашего проекта кто-то нужен, вы можете, кстати, поставить задачу здесь самостоятельно. То есть, с другой стороны, это люди, которым нужна помощь в каких-то IT-задачах. Конечно же, этот ресурс направлен на некоммерческие организации и на небольшие какие-то задачи. То есть, для вашего проекта это тоже очень хорошо может подойти. То есть, вы регистрируете, ставите задачу, все, а другие выполняют. Тут есть рейтинг, вы можете предложить небольшое вознаграждение, а не обязательно материальное. То есть, возможность найти исполнителя очень большая. И вот, как вы видите, что сейчас есть 74 незакрытых задачи и решено уже 387 задач. То есть, примерно каждый день решается одна задача. Это очень круто. Почему я привел сюда вообще вот эту платформу? Потому что она с открытым исходным кодом. Это что значит? Это значит, что вы можете взять это, скопировать и на основе IT-волонтера сделать что-то еще. Теперь визуализация данных на карте. Это именно говорит о том, когда у вас есть данные в виде таблиц, например, вы используете открытые данные. Многие проекты могут быть именно для того, чтобы привлечь внимание к проблеме и такие проблемы могут хорошо быть понятны в виде карты с информацией. Не только как таблицы с данными, да, потому что часто, например, цифры не очень понятны. Да, вот когда мы это визуализируем на карте, становится ясно, что, например, в каком районе города что-то происходит, что-то не так. И вот здесь здорово можно сделать это. В первую очередь, это мало кто об этом знает, но есть такие сводные таблицы Google. Эта штука позволяет вам загружать данные, например, в CSV либо в Excel-файлах. И если там есть информация о геоположении, допустим, если бы я вот попросил вас сделать анкету, и вы бы в ней написали города, я бы мог это визуализировать на карте. Дальше есть сервис карта DB, который назывался раньше, сейчас он называется карта, до сих пор, по-моему, еще есть бесплатная версия, и она позволяет вам загружать данные, либо создавать данные прямо там и потом визуализировать. И я еще делал видеоуроки, их шесть, я специально привел тут такую картинку, их всего шесть видеоуроков, они объединены одной темой, как визуализировать данные на карте. Вы можете посмотреть, все шесть понятно, как собирать данные, откуда вообще брать данные, что такое открытые данные, как визуализировать разные способы с помощью карты DB, Google Fusion, то есть сводная таблица Google и другими способами. Тоже рекомендую посмотреть. Дальше по поводу дополненной реальности и виртуальной реальности, честно говоря, действительно возможностей много, но они все сложные. Нужны какие-то продвинутые устройства, и чтобы получить более подробную информацию об этом, я вот все-таки рекомендую посмотреть запись вебинара с Георгием Молодцовым, который рассказывал, какие вообще сейчас есть возможности с дополненной реальностью, с видео 360, с виртуальной реальностью, какие вот есть шлемы, как это используется для некоммерческих проектов. Дальше есть еще список хороших таких полезных ресурсов, сейчас буквально чуть-чуть остается. Хочу сразу рассказать о том, что вам следует использовать, я прям очень рекомендую, во-первых, это Dropbox, прям обязательно рекомендую использовать это Dropbox Paper, это основанное на Dropbox, и по сути Medium, это такая штука, которая позволяет вам создавать документы, и если вы работаете в команде, это можно использовать. В России я не знаю, насколько это популярно, но это есть такая возможность. Дальше есть Asana, это собственно для командной работы, если вы работаете вместе с кем-то, и команда распределенная, чтобы понимать, как вообще строить работу над проектом, можете посмотреть и использовать. У нас по ссылке это видеоурок. Мы используем в команде именно это. Также есть Trello, по сути, это тоже такой инструмент для командной работы, это тоже поможет вам, например, понять, как взаимодействовать с вашими членами команды. Slack, Slack, это мессенджер для командной работы, тоже очень крутой, мы его используем, много возможностей, особенность в том, что по сравнению, например, с обычными мессенджерами WhatsApp или Telegram, здесь можно создавать непосредственно не только чаты, но и каналы по тематике, здесь можно создавать непосредственно целые страницы, если, опять же, у вас нет сайта, много чего можно делать, есть бесплатная версия. Далее, GitHub, я пару слов говорил об этом, то есть это хранилище проектов для программистов либо социальной сети программистов, там каждый человек может в открытом доступе разместить свой проект IT какой-нибудь, например, вы делаете что-то, и что-то другой человек потом это использовал, можете загрузить это туда. Мало того, что перед тем, как что-то делать, пожалуйста, моя просьба, зайдите туда, либо возьмите человека, который немножко понимает, например, то, что вы хотите делать с точки зрения технологий, если это сложно, если это мобильное приложение, если просто погуглите, то есть поищите, например, вот все, что касается ВКонтакте, видите, тут восемьдесят половину тысяч репозиториев, то есть это восемь с половиной тысяч проектов, связанных с ВКонтакте, уже сделано, то есть если вы хотите писать что-то новое, свое сначала посмотрите, что уже сделано, чтобы просто не тратить время. Практически все уже сделано, серьезно. И также это возможность, да, публиковать свои проекты и чтобы другие люди могли пользоваться. Так, и очень рекомендую, естественно, подписаться на наш канал на YouTube. Есть два плейлиста. Первый – это видеоуроки теплицы, их уже 135. Это 135 видео, которые расскажут вам, как пользоваться каким-то конкретным сервисом более подробно, чем это я сделал сейчас. Это вот вкладка инструменты. Есть по темам, по типам инструментов, есть приложения, это непосредственно, как бы, то есть проекты. А вот инструменты разделы, это 228, если я правильно вижу. Это именно сервисы, которые помогут вам в чем-то, когда вы делаете свой проект. Понятно, что бренд, он существует для того, чтобы вы отличались от других проектов таких же, которые существуют, и для того, чтобы ваши пользователи могли вас определить. Все знают, да, что это за проект, что за организация, и вот тут даже, наверное, дополнять ничего не надо. Сразу понятно, что это, о чем это, как это, и это сразу есть некая эмоциональная связь, да. То есть, ну, это фондика природы. Далее, когда вы думаете о названии, вы должны подумать о следующем. Название должно резонировать с вашей аудиторией. Когда я в Воронеже, на Хакатоне рассказывал об этом, мне задали вопрос, что вы имеете в виду? В общем, здесь имеется в виду следующее. Когда вы только запускаете ваш проект, у вас нет критической массы пользователей, естественно, что вы должны направлять ваш проект именно на тех, кому это больше всего нужно, чью проблему вы решаете. Поэтому для тех людей, для вашей целевой аудитории ваш проект должен быть понятен, и он должен в них откликаться. Поэтому ваше название должно резонировать с тем, как живут эти люди. Название должно быть коротким, понятно, чтобы было понятно, как это найти, как рассказать другим людям, чтобы запоминающийся был, да. Чтобы его можно было продиктовать по телефону, и все мы знаем, да, вот эти вот S как доллар, там, V как галочка, да, вот такие штуки, они очень тяжелые иногда, и нужно понять, чтобы это однозначно воспринималось. И отражает миссию проекта, да, то есть в названии желательно было бы понимание, для чего вообще вы это все делаете. Теглайн, а также это небольшое описание вашего проекта, когда вы будете делать, это буквально несколько слов в одном предложении, то есть, например, проект с помощью чему-то, там, или сайт, где вы можете сделать то-то, да, там и так далее. Например, там вот шутливо есть такой проект, есть Tinder, да, это приложение для знакомства, есть Katinder, да, это где люди могут найти животных, животные могут найти, например, своих питомцев будущих, и можно написать теглайн, что Katinder место, где животные находят своих хозяев, или Katinder это сервис, который поможет вам найти ваших будущих питомцев, то есть, вот как-то так. Вот, и да, можно сделать это в таком формате, что теглайн будет там, это сервис делания чего-то для чего-то хорошего, то есть, в разных формулировках, но главное, чтобы это было понимание, вот одно предложение, чтобы из него было понятно, чем конкретно вы занимаетесь, что вы хотите сделать. Чтобы сделать логотип, тоже, в принципе, нужно мало чего, нужно придумать, или найти какой-то символ, то есть, это иконка, по сути, да, и шрифт, это можно использовать Google Fonts, это открытые шрифты, их очень много, да, кириллические в том числе, либо Free Fonts Project, это, который бывший Джованни, это кириллические шрифты, очень хорошие, также советую посмотреть. Пример, например, прошу прощения за тавтологию, такого логотипа, когда вы видите, есть простая иконка со стрелочкой, и это просто можно было найти, например, на том же Нам Project, и просто два шрифта, которые написаны, там, открытый путь, это название, и Tagline сбор данных о барьерах. Вот, в принципе, это, по сути, полностью ваш бренд, и вот тут это понятно, о чем речь. И перед тем, как вы будете делать, думать над своим названием и брендом, вы можете ответить на 11 вопросов. Итак, домашнее задание, значит, смотрите, что нужно сделать? Нужно выбрать тип решения для вашего социального проекта и обязательно написать, почему вы выбрали тот или иной тип. Это лендинг-сайт, лонгрид, мобильное приложение, чат-бот, краудсорсинговая платформа, IRPR или гибридное онлайн-офлайн решение. Мне важно понимать, почему вы выбрали. Например, вы пишете, что я использую чат-бот, потому что я делаю сервис, который помогает людям, там, тинейджерам найти информацию, какую-то, либо еще что-то, да, потому что это сокращает издержки, это не надо тратить, создаваться, например, мобильное приложение, потому что у всех есть мессенджеры, многие пользуются телеграммой, да, и так далее. То есть обязательно в одном абзаце напишите. Это первая часть. Вторая. Создайте прототип вашего проекта. Да, это самое простое, но тем не менее, в кавычках простое. Обязательно создайте, пожалуйста, лендинг или сайт и все остальное. Дальше. Механизм осуществления взаимодействия целевой аудитории. Обязательно укажите форму контактов и так далее, как взаимодействует ваша аудитория с вашим приложением. Если у вас получится, пожалуйста, установите аналитику с заданными конверсиями. Это дополнительная такая тема. Мы ее не обсуждали, но если вы знаете, как это делаете, пожалуйста, сделайте. То есть другими словами это говорится вот о чем, что когда вы создаете сайт, пожалуйста, установите Яндекс.Метрику или Google Аналитику, и когда вы будете тестировать ваш сайт, допустим, у вас сайт для совершения пожертвований, чтобы люди заходили, читали информацию и делились с вами, например, там, средствами, чтобы поддержать вас. Вы можете создать простой сайт, настроить аналитику, допустим, да, и посмотреть, как люди заходят и куда нажимают. Даже если вы еще не можете, например, принимать пожертвования, например, просто посмотрите, как люди взаимодействуют и понимают ли они, куда надо нажимать. И следующее. Обязательно придумайте логотипы, описание вашего проекта, если у вас еще есть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова